Первый медицинский канал Сейчас мы в другом месте, в центре федерального значения, который стал гематологическим фактически главным институтом в стране и известным на весь мир. Итак, юбилейный год. Ваша профессиональная жизнь связана с этим институтом, как я понимаю, прочно и давно. И эволюция, вот это все превращение, прирастание новыми специальностями медицинскими, биологическими, практически все они сейчас представлены в вашем институте. От инфузионной терапии до сегодняшнего дня все это многое, во всяком случае, проходило на ваших глазах. Расскажите, каким было ваше начало? Сюда меня пригласил академик Воробьев Андрей Иванович, заведующий кафедрой гематологии Центрального института совершенственных врачей. Тогда его назначили в 1988 году директором института переливания крови, гематологии переливания крови. Это был институт Министерства здравоохранения. Ну и Андрей Иванович был здесь один, ему нужны были помощники, он пригласил вначале меня, мне было тогда лет 36, я не помню точно, заведовать отделением гематологии, тогда оно было единственное. Ну и Владимир Матвеевич Геродецкого, который возглавил отделение реанимации. Вот мы так втроем и начинали здесь работу. Это был хороший институт, он всегда был надежный, мощный. Но в те годы начались изменения в стране, последствия которых еще чувствуются до сих пор. До сих дней. Да. И, конечно, было поначалу тяжеловато, потому что экономическая ситуация в стране и политическая была очень такая неоднозначная, скажем так. Но принимать решения необходимо было, и вот эта созидательная деятельность Андрея Ивановича, Валерия Григорьевича, Валерия Матвеевича, ну и всех остальных сотрудников института, естественно, она привела к тому, что, конечно, институт несколько изменил свое направление своего развития. Он из института превратился в гематологический научный центр. Создавались новые отделения клинические и создавались новые лаборатории. Но это было, конечно, не за один год, постепенно. Но, тем не менее, основной деятельностью института, он, конечно, однозначно был в сторону клинических исследований и фундаментальных исследований. Вот два основных направления, которыми на протяжении этих лет занимались. И, конечно, институт преобразился, потому что появилось еще много ярких самобытных и исследователей, и врачей, и тех, кто занимается прикладными и фундаментальными исследованиями в лабораториях. И, конечно, на это ушло 24 века, 25 лет. Это довольно сложный процесс, потому что создание научной школы и, самое главное, не допустить разрыва времени. То есть, когда наука разрыва поколений не может быть между теми, кто учит, и теми, кто учится, разрыв в 50 лет. Этого быть не может. Поэтому, конечно, основной задачей, одной из основных задач, естественно, было недопущение вот этого процесса коллабирования середины самой работоспособной, самой яркой части сотрудников. Ибо, конечно, на это много сил потрачено, на самом деле, потому что можно многим пренебречь, но связь времен — это одна из основных. Потому что, если ее нет, начинается смута. Прямо конец 80-х тогда, собственно, и по всей стране началась утечка мозгов во всех научных центрах и организациях. Ну, даже не столько утечки, хотя, конечно, часть сотрудников покинули пределы нашей страны, но не так много, на самом деле, во всяком случае, в нашем учреждении. В основном, это был процесс, с одной стороны, неизбежного биологического старения, а с другой стороны, иногда нежелание молодежи учиться долго, работать тяжело и выживать в условиях, которые были в 90-е годы. Это было очень тяжелое время. И я хочу подчеркнуть, что в свое время даже академик Воробьев Андрей Иванович обратился к президенту Ельцину с тем, чтобы не допустить, чтобы 4 или 5 федеральных учреждений несут нейрохирургии, кардиоцентры, бакалевский центр, чтобы финансировались строковые бюджеты. Это называлось тогда дорогостоящие виды лечения, но, во всяком случае, институты не закрылись, не слопнулись, хотя они имели очень бы... Ну, здесь, конечно, авторитет Андрея Ивановича, и то, что он был министром здравоохранения, он знал административные какие-то рычаги, не каждый академик мог бы... Ну, это очень много было. И, конечно, мало... Сейчас как-то об этом не принято вспоминать, но в то время нельзя было допустить вот этого слопывания академических учреждений. Я имею в виду академических не принадлежностей, а именно структуру, то есть развитие именно как... Не просто как рукодельные и очень развитые институты, а как именно научно-исследовательские институты. Я хочу уйти немножечко в сторону, пока мы не отошли далеко от истоков. Вот лично меня просто очень интересует этот вопрос кровезаменителей, и всегда интересовал еще со студенческих времен. Я знаю, что в 70-е, 80-е в ряде научных центров активно и довольно успешно разрабатывались кровезаменители. Это направление сейчас потеряло актуальность или ведется в мире, у нас? Как вообще-то? Кровезаменители, в данном случае термин, он такой больше бытовой, нежели научный. Потому что, конечно, заменить кровь, в принципе, нельзя. Инфузионные растворы, скажем так. Можно как-то компоненты создать крови, да, это другое дело. Но, скажем, вот хорошо всем известная история с переносчиками кислорода, как будто бы они заменяют функцию ретроцитов. Да, они в какой-то степени это делают, но не вполне адекватно, потому что, в общем, они не прижились. По той простой причине, что они легко кислород-то на себя берут, но плохо его отдают. В отличие от ретроцитов, которые в легких забирают кислород, а во всех остальных тканях его легко отдают. И поэтому в этом была основная проблема. Ну и, соответственно, биологическая особенность, биосвояемость, она была нулевая. То есть это все должно было каким-то образом выводиться, поэтому применяться относительно часто оно не могло, в принципе. Возможно, только для военных целей, ну, я имею в виду больших, так сказать, ранений, острых кровопотерей. Но как-то это не прижилось. Не прижилось, и то есть оно действительно сошло на нет. Оно сошло на нет во всем мире. Пытаются создавать суррогатные из животного происхождения, там, гемоглобин каким-то образом модифицировать. Но это не внедряется в жизнь, потому что, в общем, это достаточно небезопасная процедура, потому что, может быть, в военное время она и может применяться как единственное средство сохранения жизни. А вот в мирное время, когда относительно стабильно все в обществе, это все должно пока что, к сожалению, источником является только человек. То есть компоненты крови, которые необходимы для того или иного пациента. Сейчас уже есть экспериментальные возможности получать компоненты крови в пробирке, просто говоря, в культуре. Можно получить ретроциты, можно получить тромбоциты в культуре из модифицированных клеток, которые могут дать такую популяцию совершенно не инфицированных, ничем нейтральных, не имеющих антигенов групповых и так далее. Но это пока что еще эксперименты довольно дорого. Это экстремально дорого, поэтому как технология для большой популяции людей, нуждающихся в трансфузиях, эритроцитов или тромбоцитов или компонентов плазмы крови, это пока что не прижилось. Из плазмы многие факторы уже получают, не выделяя эту фракцию, ну скажем, восьмой или девятый фактор, а получают с помощью рекомбинантных технологий, получают это все уже в реакторах. То есть это совершенно ген, который устраивается в клетку продуцента, и она продуцирует данный фактор, и он безопасен в плане передачи вирусных инфекций и так далее. То есть очень многие белковые компоненты плазмы уже создаются, как говорят, инвитро, то есть в пробирке, и по стоимости они эквивалентны компонентам, получаемым из плазмы крови. То есть, в общем, мир идет по этой дороге. Нельзя одно другим заменить, потому что есть предпочтение и к одним, и к другим белковым молекулам, но они не идентичны, конечно. Но мир плазмы сейчас может уже действительно, очень многие компоненты плазмы крови уже получаются биотехнологическими методами, потому что уже многое известно. Но далеко не все. Гематологическое направление в институте переливания крови, вот мы затронули инфузионные проблемы, появилось очень скоро после его основания, где-то в начале 30-х, я так понимаю. Давайте сразу перенесемся в современность. Каковы современные вопросы, современные проблемы? Какие из них наиболее трудно решаемые, на ваш взгляд, гематологии в целом, как науки? Вы знаете, мне неловко и неудобно об этом говорить, но я могу сказать, что вот нашему поколению, которые пришли работать в середине 70-х годов, или, как принято говорить правильно, в 80-х, то есть в 75-м и далее. И вот с этого времени во всем мире начался какой-то фантастический рост эффективности лечения опухолей кровитворной ткани. То есть это самые злокачественные опухоли, если их не лечить, они, жизнь человека заканчивается довольно быстро. В особенности острая лейкоза. И когда были получены первые данные об эффективности лечения детских лимфобластных лейкозов, затем миелоидных лейкозов, и потом пошло это все развиваться с какой-то жуткой скоростью. Наше поколение застало самый азартный и удивительно яркий период этой всей истории. То есть лейкозы, которые раньше были диагнозами обреченности, они стали излечимыми в разном проценте. Но сейчас, ну скажем, самая злокачественная форма острого лейкоза, которая 15 лет назад еще через год в живых оставалась процентов 10-15 пациентов, сейчас излечивается, пациент снимается лечение и дальше не лечится, с вероятностью в 85%. 85% — это удивительно. Это самая доброкачественная форма заболевания. То есть пациент лечится 2 года, снимается лечение, дальше не лечится, и никаких проблем у него дальше не бывает. Острый лимфобластный лейкоз. Если там еще 20 лет, ну 10 лет, 5 лет назад. Эффективность лечения у взрослых, не у детей, а у взрослых, подчеркиваю. У детей она очень высокая, там около 80%, но у взрослых она сейчас составляет 65-70%. Пятилетняя выживаемость, то есть это означает то, что, ну, бывает возврат болезни, но довольно маловероятное событие. Милоидная лейкоза, ну, здесь эффективность где-то колеблется от 30% до 40%, в зависимости от формы заболевания. Агрессивные лимфомы. Ну, казалось бы, ну, погибало от диффузной, так называемой, B-крупноотлеточной лимфомы, ну, процентов 60% в течение ближайших, там, трех лет. Сейчас эффективность лечения 70-80%. То есть они снимаются с лечения через полгода, но это агрессивная терапия. Ну, агрессивная иногда дорогая, со сложнее, но зато, зато очень эффективная. 80% из лечения, это, ну, достаточно много. Лимфогральный мотоз 90%, все четыре стадии заболевания. Все четыре стадии 90%, но главное, чтобы был верный диагноз. Ну, и тогда эффективность химиотерапии очень высокая. То есть, ну, трансплантация костного мозга, аллогенного, от донора, родственного или неродственного, тоже дает шансы при острых миелоидных лейкозах, так называемых, и лимфобластах. Ну, в общем-то, из группы очень высокого риска. Она превышает данные химиотерапии, эффективность химиотерапии примерно в два раза. То есть, примерно 60% людей живут без признаков лейкемии за счет того, что трансплантируется костный мозг или стволовые клетки периферической крови. Мейломная болезнь, хронический миелолейкоз. Ну, больные еще там 12-13 лет назад эффективность лечения хронического миелолейкоза. Болезни, в общем-то, хорошо известны, и там есть такая генетическая поломка, когда одна часть хромосома, называясь тростокацией 9-22, одна часть хромосом перескакивает на 9-ую, а из 9-ой на 22-ую. Получается вот этот вот сливной ген, продукт которого обладает избыточной активностью по отношению дезоксириба, нуклеиновой кислоты, опухолевых клеток. И из-за этого эти клетки становятся более живущими. Ну вот, пытались заблокировать белковый продукт, чтобы он этого не делал. И нашли вот молекулу. Ну, это было 12-13 лет тому назад. Молекулу нашли, она называлась имотениб, то есть глевек. Коммерческое название, но суть не в этом. И вдруг казалось, что он дает общую выживаемость, пожизненное лечение этим препаратам, дает эффективность не так, как до этого через 3 года практически больные уже не жили, а эффективность составила 80%, 90% почти что. Ваши результаты, вот вы мне начали рассказывать, до записи по вынашиванию беременными, прошедшими вот это вот лечение. Тоже какие-то фантастические результаты, когда рождались здоровые дети у матерей. Все детки, которые родились, они все здоровые, они все дорогие дети, потому что мама, которая вынашивает ребенка, которая вынуждена, я говорю об острых лекозах, это тяжелая химиотерапия, она очень рискованная. И нам еще 25 лет назад казалось, что это невозможно. Но вот 25 лет назад мы рискнули все-таки, вычитывая то, что мы уже к тому времени были достаточно уверены в результатах. И концептуально я считаю, что мы создали такую концепцию спасения двух жизней. То есть если вот есть такой выбор, то у тебя нет права за кого-то решать. То есть нужно предоставить этого права. И все дело в том, что дело... Спасение двух жизней — это единственный способ спасти... Если попытаешься спасти одну жизнь, матеряешь обе. Поэтому нужно спасать обе жизни. Вот как интересно сложились обстоятельства. То есть мы... Это очень ответственно. И нам помогают, конечно, и акушеры, те, которые с нами сотрудничают. И им за это громадное спасибо. И все это начиналось очень непросто, потому что обычное бытовое восприятие всего этого такое достаточно сценичное, потому что там дети какие-то уроды будут. Ничего необычные, хорошие дети. Но нужно только этим заниматься. Нужно, чтобы врачи, которые занимаются гематологией, еще умели слушать сердцебиение плода, определять, как там живет все это существо и так далее. Детки все здоровы. Уже прошло 25 лет самому старшему 25 лет. Это, конечно, сам за себя говорит результат. Их 60, где-то по 60 летит. Все они здоровенькие, хорошие, они все ухоженные, потому что мама-то, в общем-то, относительно молодые, но, соответственно, если что-то случается, но не все матери выживают по разным причинам. А какой возраст заболевания лейкозами? Есть какие-то? Да, конечно. Я знаю, что у лет старше 65 вот труднее эти проблемы решаются. Они не труднее, они очень плохо решаются. Но это не связано с тем, что они... Именно с подготовительным этапом? Нет, нет, нет. Это связано с тем, что вероятность заболевания лейкемии у остальных лейкозов увеличивается с возрастом. И сам пик заболеваемости и дальше с возрастом увеличивается после 60. Да, это так. Но это и другие, по сути, лейкозы по биологии. Они, к сожалению, не поддаются химиотерапии, даже если на правовой стакоком лады. Так точно так же. То есть там нужно... Ну, это необходимо изучать. Мир бьется над этим уже много-много. Ну, по меньшей мере, два десятка лет точно. И пожилые пациенты, они не просто потому, что у них есть еще другие болезни, а именно... То есть они часто препятствуют проведению адекватной химиотерапии. Но даже если этим пренебречь, и это контролировать, все равно эффективность ниже. То есть там другая биология заболевания. Это сейчас изучается, это очень интересно. Вы председатель научно-исследовательской группы гематологических центров России. Гематологический научный центр ваш, это первое в России сетевое. Как я прочитала, объединяет 23 центра, кооперированное исследование по изучению острых лейкозов. И вот в связи с этим я хотела спросить, ровно ли по всей стране все проходит, как обстоят дела в регионах, зависит от общей ситуации в каждом конкретном регионе. Как это больная тема, судя по вашей реакции, да? Ну, это больная тема, потому что все-таки мы начали это движение еще там в 91-м году и стали собирать вот сюда и в другие места. Мы проводили вот эти вот конференции небольшие, то есть собирать инициативных, продвинутых и интересных докторов, которым интересно, которые хотят двигаться вперед. Потому что в медицине, к счастью или к сожалению, нужно это просто отдавать себе в этом в отчет. Нет никакого другого способа доказать, что данный вид лечения эффективнее, чем вот тот, который нам известен. Только рандомизированные так называемые исследования. То есть когда случайным образом, мы вот знаем, что сейчас эффективность данной программы терапии или этого лекарства вот такая, но у нас есть данные о том, что вот это лечение может быть лучше. Но как доказать, что это так? Нужно случайным образом исследование провести другого способа. Вот уже начиная с 1954 года, другого способа нет. Так доказывали эффективность лечения тумберкулеза, так доказывали эффективность лечения острых лимфобластных лейкозов. С этого все начиналось. По-другому доказать нельзя. И любые другие доказательства являются иногда просто аферой. Потому что так. Но для этого необходимо, чтобы одноцентровые исследования, они тоже не являются аргументом. Потому что в одноцентровом исследовании неизбежна селекция пациента. По разным причинам. То ли не доезжает, то ли наоборот приезжает. Но суть не в этом. Поэтому возможно перекос. Поэтому единственным доказательством, не единственным, а кроме того, что это исследование должно быть проспективным и рандомизированным, случайным образом, мы должны еще учитывать данные других центров. Воспроизводится это или нет. Потому что если это воспроизводится только в одном центре, это заслуга автора, но не более того. Если это воспроизводится, значит, это доказательно. Поэтому 25 лет назад мы начали это движение. И за это время привели множество исследований. Это уже в 1991 году было первое исследование инициировано. Но при острых мелобластных ликозах там, не знаю, по-моему, пять проспективных исследований. При острых лимфобластных ликозах тоже не менее того. Проме острых. Разное число было клиник, которые участвовали в этом исследовании. Потому что когда доктор отзванивает случаи, когда диагноз известен, он отзванивает случаи и рекрутирует пациента в исследовании, то как бы он несет в это ответственность. Вообще-то, на самом деле, все те случаи во всем мире, даже в Швейцарии, эффективность лечения больных острыми ликозами или другими заболеваниями, лимфовыми, агрессивными, в два раза почти что выше, если пациент включается в исследование. Если он лечится каким-то иным образом, даже очень правильно, то эффективность в два раза ниже. В Соединенных Штатах в исследовании включается очень мало больных. Эта страна очень странная в этом смысле, потому что, несмотря на то, что она очень развитая, там не очень, в отличие от европейских стран, разве такая операция. Там есть группы, конечно, которые занимаются, очень мощные, которые занимаются исследованиями такого рода. И они родночальники зачастую были. Но это не очень популярно в Соединенных Штатах Америки, потому что там несколько иные законы. И конкурентная культура. Культура другая. Культура конкурентная. Да, несколько иные. Поэтому вот то, что мы каждые полгода собирали докторов, ну, по 100 человек. Разное число центров участвовало в исследованиях. Иногда много, иногда мало, иногда прекращали участвовать по той причине, что просто не вытягивали пациентов. То есть, слишком была токсичная, дорогостоящая программа. Ну, разные были причины для этого. Но от 23 до 40 центров участвовали в разных протоколах. И поэтому сейчас немножко ситуация меняется, потому что что-то изменилось, что-то меняется в информационном поле. Я даже не знаю, как это назвать. То есть, когда полномочия делегированы в регионы, то вот эти развитые, очень передовые области медицины оказались достаточно в таком стесненной ситуации, потому что стало не очень выгодно региональному руководителю иногда делиться информацией, открывать информацию. То есть, открытость информации — это очень важно. Информация не пациента, естественно, а открытость сущности. Сущность, конечно, конечно. И это, конечно, сейчас вот как-то влияет на активность. Что-то происходит странное с нашей точки зрения, потому что общество все равно должно быть интегрировано, независимо из того, где... Ну да, прописанных правил для этого нету. Это добровольные вещи. Да, не должны быть там нет за этим денег. Это инициатива. Но я не знаю, сколько мы уже эти конференции провели, но два-три раза в год мы их проводим и собираем своими данными, делимся и общими данными не только по лейкемии, по лейкозам, лимфам, бактериологии, молекулярной биологии и так далее. То есть, конференция носит характер такой достаточно серьезный. И нам кажется, что за эти 25 лет мы достаточно сгруппировали это профессиональное сообщество. Это очень важно. Если они останутся один на один в ситуации, хорошего ничего не будет. Ну, вами разработано программное лечение, да, некие программы? Ну, конечно, их много довольно, да. А как оно соотносится с стандартами международными? Вы знаете, чем вот этот вопрос, я сейчас вспомнила, я на первом конгрессе была кардиологов России, это был 12-й, наверное, год, или-то, да, 12-й, помню. И зарубежные коллеги представляли свои протоколы лечения, с одним из них я делала интервью, и оно было основано на применении определенного препарата, доказанного, эффективного, который на тот момент не был зарегистрирован в России. То есть какие-то есть международные стандарты, и в силу того, что какие-то препараты, необходимые для соблюдения этих стандартов, у нас не зарегистрированы, были ли вот некие ножницы, по всякому случаю, зарубежные ваши коллеги посетовали, может быть, сейчас уже изменилась ситуация, потому что в 2013 году, да, у вас вот программа была, утверждена ваша, но, наверное, вы ее соотносили как-то. Как сейчас обстоит дело? Мне трудно комментировать данные вещи. С одной стороны, конечно, играть в догонялки с разработчиками новых препаратов довольно смешно, потому что они вкладывают очень большие деньги в разработку новых препаратов. То есть у нас размеримость с нашими возможностями. Да, естественно. Поэтому мы должны это осознавать и понимать, что новые молекулы это всегда прерогатива большой. То есть большая фарма вытаскивает из интеллектуальных маленьких компаний те направления, которые им кажутся перспективными. Далеко не всегда они выигрывают, и она не теряет очень большие деньги. Иногда выигрывают. Что касается исследований, то здесь нужно быть очень, как сказать, профессиональным в этом вопросе, потому что вопрос заключается вот в чем. Очень часто для того, чтобы провести исследование и доказать, что данный препарат лучше, чем тот, который был нам известен на данный момент времени, проводят так называемые клинические исследования. И популяция разнообразная, гетерогенная, как мы говорим, популяция пациентов, происходит сужение этой популяции до определенных, это называется критерий включения и исключения. И вот на этой когорте испытываются данные препараты. Показано, что он, допустим, доказывается, что он лучше, чем тот, который был. Хорошо. А дальше начинается клиническое применение. И дальше опять популяция расширяется, опять становится многообразие, гетерогенность, и у одних получается осложнение, у других высокая эффективность. Поэтому, ну, мне кажется, что должно быть... То есть это вопрос подачи результата. Естественно. То есть все молекулы, ну, вначале они очень хорошо помогают, потом наступает некое накопление опыта применения реальной практики, и уже появляются те побочные эффекты, нежелательные явления, которые, в общем-то, не очень хороши, и которые, за которые тоже, ну, которые могут принести всякие неприятности. Поэтому нам кажется, что и всегда казалось, что, конечно, там предрогативы, вообще привилегии федеральных учреждений, это, конечно, испытывает новая молекула, показывает, что это вот так или не так, ну, во всяком случае, на каких-то данных одноцентровое исследование. Но вот так вот гоняться за всем, что есть в мире, по-моему, тоже не очень правильно. Потому что, ну, есть принцип достаточного основания, который, ну, наверное, его больше всего разрабатывал Артур Шопангар, скорее всего, потому что Эммануэл Кант, он все-таки тоже этого касался, но у нас мало кто осознает этот очень простой, с одной стороны, очень сложный, с другой, принцип достаточного основания. Есть необходимое и достаточное условие успеха. Вот необходимое должно быть. Вот без необходимого ты ничего не сделаешь. Это не просто минимумы, это то, что необходимо для того, чтобы получить эффект. А вот чтобы получить эффект, нужно еще достаточное основание. И вот здесь с этим вопросом у нас не всегда все просто, потому что мы можем, когда мы говорим о мнении международных экспертов в создании тех или иных рекомендаций, то это экспертное мнение, и оно консенсусное, и это правильно, но консенсусное мнение далеко не всегда является истинной последней инстанцией. Это просто то, что мы знаем сейчас, точнее, извините, то, чего мы не знаем сейчас. Поэтому мы вот так пока это все делим на вот эти вот кучки, при которых мы то или иное используем лекарства или технологии. Поэтому здесь нужно быть всегда достаточно взвешенным, и на самом деле все-таки, как это не абсурдно звучит или парадоксально, мы должны учитывать в первую очередь вначале свой опыт национальный, а потом и естественно пристегивать часть пристегивать к международному опыту, а часть нет, потому что популяции разные, популяции людей разные, образ жизни разный, и вот так вот просто автоматически переносить или копировать чьи-то достижения, результаты или критерии, это довольно абсурдно и довольно опасно, кстати. поэтому я вот всегда за то, чтобы все-таки мы вот все наши рекомендации клинические, они учитывают критерии, которые существуют в мире, естественно, мы же не живем на Луне, и мы, так сказать, у нас нет национальной таблицы умножения, это очевидно, как отче наш, но с другой стороны, есть та популяция, которую мы знаем, и с которой мы работаем, и у нас проблемы иногда бывают совсем иного рода, и совсем о них не знают те, кто живут в Испании, например, или там в Германии, но на самом деле, с моей точки зрения, вот то, что я знаю профессиональный круг вот тех людей, которые занимаются болезнями, которые мы, мы вот занимаемся профессионально, он, ну, он одинаков, это профессионалы, а они все, ну вот, ну, понимаете, эти машины, но нет там каких-то там, ну, нету этого, нету, нельзя ни в коем случае, конечно, создавать там какие-то национальные программы, черти на чем, так сказать, созданные, но доказательства нужны, вот если есть доказательства, ради бога, хорошо, пусть это будет так, вот пока так, потом во всяком, но как-то меня очень, меня очень настораживает вот это стремление, возможно, там интересы той самой фармы, которую вы упомянули, и собеседники не всегда тебе это раскроют, естественно, ну, все дело в том, что мир, все то, что связано с медициной, научной медициной, ну, точнее, там другой нету, она вся научно-практическая, это очень многоэтапные, многослойные отношения, и нельзя их превратить в одноканальные или какие-то очень примитивные, вот нельзя пойти по пути, сложно мир устроен, и есть фармаиндустрия, а есть конкретный пациент, есть стандарты, но стандарты, которые, ну, являются, как это, стандарт, это что? это вот чем лечить и что нужно иметь, для того, чтобы, что? Для того, чтобы получить эффект, вот все, а эффект получить и как лечить, это рекомендации, но это разные вещи, есть стандарты, которые дают возможность это делать, а есть рекомендации, которые являются мягким законом априори, а стандарт обязательно, потому что это надо иметь, аначе без этого, хотя бы одной единицы нет, и ты этого не сделаешь, и ничего из этого не получится. Просто нельзя это смешивать. Это совершенно разные планетарные системы. Экономическая система, дающая возможность реализовывать данную целевую функцию, и клиническая система дико многообразная, потому что нет одинаковых людей. И, соответственно, протоколы лечения и клинические рекомендации — это то, на что нанизываются конкретные действия врача, а если он будет следовать по тому, что написано, не отклоняясь вправо-влево и вообще не задумываясь над этим, то, во всяком случае, в нашей области это приводит к гибели пациента и к очень высоким рискам. Но здесь нужно очень медицинно понимать. — Шире смотреть. Тем более, что гематология, наверное, как никакая другая современная наука мультидисциплинарна. — Она, по-моему, осталась последней мультидисциплинарной. Я не хочу никого обижать. Спасибо Богу. — Вот вы говорите, молекула — молекула. Без молекулярных биологов эти исследования проводить невозможно. Без элементарных, масс-спектрометров, условно говоря, химического оборудования. — Я понимаю ваш вопрос, он совершенно много. — Я хочу вернуться к науке и вернуться к юбиляру. На самом деле юбиляру — гематологический научный центр, в котором впервые сообщил о существовании мезонхимальной стволовой клетки, как я прочитала. И стволовые клетки, наверное, в гематологии уже применяются до того, как начался вот этот вот бум весь в мире. И у вас есть отделение, которое этим занимается. Мне просто интересно, что сейчас в научной части происходит по гематологическому аспекте. — Вопрос довольно сложный, потому что профессор Фельденштейн, это было там в 70-е годы, но он работал не в нашем институте, а в другом. Но суть не в этом. Он тогда, вот действительно, публикация была об этих клетках, которые прилипают к стеклу. — Это вообще отец отечественной клеточной биологии. — По сути дела, да. Он установил, что эти вот стромальные клетки, как он тогда называл, что они не пересекаются с кроветворными. Это отдельная популяция, на которой происходят все события кроветворение. Но эта работа прошла и цитируется просто потому, что действительно для тех времен обнаружение вот этого феномена было очень значимо. Но вот реальное практическое применение — это, конечно, произошло тогда, когда мы научились выращивать уже эти клетки, мезонхимные природы, то есть вот эти мезонхимные клетки выращивать уже в тех количествах, которые возможно использовать там, допустим, терапевтически. Клетки очень своеобразны. Во всяком случае, мы уже 7 лет, насколько я помню, эти все данные опубликованы в зарубежной печати и зарегистрированы в базе данных исследований клинических. У нас проводятся исследования по профилактике. Это единственное исследование в мире, об этом там цитируется везде, потому что оно единственное действительно в мире, потому что еще никто не профилактировал так называемую острую реакцию трансплантат против хозяина после аллогена трансплантации. Оказалось, что если профилактировать развитие этого очень грозного иммунного осложнения, когда иммунная система трансплантата начинает пожирать нового хозяина, это страшное осложнение, очень тяжело поддающаяся терапия. И вот мы еще 7 лет назад начали это исследование рандомизированное, то есть случайным образом мы вводили мезонхимные клетки донора костного мозга при родственной трансплантации и получили, что снижение вероятность развития этого грозного осложнения процентов на 30. И это опубликовано, и как будто бы этот закономерно сохраняется. Но когда 4 года назад мы стали использовать широко неродственного донора для трансплантации из разных стран мира, в Российской Федерации, в Российской Федерации доноры живут и в Германии, то оказалось, что этого эффекта нет. То есть для родственной трансплантации, когда мезонхимные клетки того же донора, они профилактируют развитие этого осложнения грозного, а при неродственной, потому что мы не можем использовать там другой источник для получения мезонхимных клеток, вот эти клетки не профилактируют развитие острая реакция трансплантации против хозяина. Но мы продолжаем пока это исследование, потому что мы должны убедиться в том, что это так. Но в общем, как будто бы для родственной трансплантации это так, для неродственной пока не знаю. Ответа пока нет, мало времени прошло. А что касается мультидисциплинарности, то я могу перечислить лаборатории, которая существует как инфраструктура учреждения. Вот если эта инфраструктура есть, то в этом случае диагноз можно установить достаточно точно на уровне нашего знания современной патологии. Не существует институт без лаборатории ацетогенетики, не существует институт без лаборатории молекулярной биологии. Причем их две. Одна занимается генетикой гемофилии и разных там наследственных заболеваний, а другая занимается мутациями, поломками молекулярными при лейкемии, при других злокачественных опухолях систем, при лимфомах. Это две лаборатории. Бактериология и микология — одна из лучших лабораторий, которые существуют в Москве. Минекология, потому что здесь гигантское число осложнений и иногда это не только вирусы, но это зачастую грибы и бактерии. И для этого нужно иметь круглосуточно работающую лабораторию, дающую возможность через два часа изменить стратегию лечения пациента. Мне очень трудно не забыть кого-то, но на самом деле трансфузиология — это целое здание, посвященное этому, я имею в виду, располагается на двух этажах, отдел переливания крови. За год у нас по 20 человек у нас каждый день приходят сдавать тромбоциты. У нас нет ни одного возмездного донора. Ни одного. И брак, так называемый, то есть позитивность на гепатиты и так далее уменьшился почти в 10 раз, а безопасность трансфузии увеличилась логарифмически. Это удивительная вещь. Но это молодые люди, которые осознают свою ответственность. — Да, это все-таки грамотность еще. — Это гражданская ответственность и грамотность, конечно, интеллектуальное развитие. Это не отдать что-нибудь и забыть, или провериться и забыть. Ну, то есть лаборатория физиологии кроветворения, вот там, где эти клетки получают и исследуют кроветворную ткань, она классическая, Иосифович Чертков, а сейчас Нина Васинон-Резе, ее руководитель Чертков, был руководителем долгие годы. Ну, классик при жизни был, так также Фриденштейн. Это он, основа схемы кроветворения, это его гигантская заслуга. Да и вообще лаборатория мощная всегда была, и там мощные ребята работают. Вот, точность удара очень велика. Когда этого нет, можно промахнуться и потратить... — Лучше не затевать, наверное. — Нет, вы знаете, все равно двигаться надо. Нет, я понимаю, что это абсурдно на Курском вокзале или Козыри, или Лимфомы. Это да. Но нельзя останавливаться, все равно жизнь заставит все равно двигаться вперед. Так устроена жизнь. Если мы хотим, жить в нашей стране, извините за пафос, если мы хотим, чтобы у нее было будущее. Нельзя отделять просвещение. В медицине вот очень все непросто устроено. Медицина устроена так, что в ней нельзя отделить научное познание, образование и клиническую практику друг от друга. Они вот, они вот как вот, они сросшиеся. Вот это искусственное отделение, научная медицина, но сидят там ученые, капают пробеги, потом приходят с какими-то идеями, говорят, ну вот так вот, ну ты погоди, ну ты, наоборот, нужно. Задачи, на самом деле, в медицине, можно вам сказать, это мало кто, ну как бы хочет осознать или признает это, может быть, просто отмахивается. Я, упаси Бог, не осуждаю за это. Задачи формулируются, видя проблемам больного, там находятся задачи. Задачи формулируются, исходя из проблем и видения пациента. Это не конвейер. Вот где задачи, ну цели там разные, но задачи, вот мы не понимаем, что-то такое. А не понимаем, не отмахиваем. То есть запрос на научные члены. Конечно, естественно, оттуда он исходит. Другое дело, что на это могут посмотреть и так, и сяк, и какую-то информацию. И пусть расцветают все цветы. Да, да. Но поэтому все клинические аспиранты, ординаторы, у них нет диссертации, которую они сделали только на клиническом материале. Во всяком случае, пока я еще отделением руководил. И сейчас все диссертации сделаны в лабораториях своими руками. Экспериментальная часть. Как в любой другой стране. Не важно, где это. Хочешь академическую карьеру создавать себе? Ради Бога. Но этап этот пройди. Иногда бывают очень сложные исследования. И достаточно тяжелые. У нас аспирантом живется нелегко. Но зато это выходит уже... Ну это знак качества. Нет, это спецназ. Не только знак качества. Они уже... Они видят мир по-другому. Потому что в медицине ни в коем случае нельзя ее упрощать. И медицина это не супермаркет. Медицина это не ашан. При всем вложении к этой фирме. Это к тому, что там ценники есть. Там все понятно. Но там есть какие-то другие целевые функции. А медицина это очень многообразная, очень сложная штука. И в ней нельзя упрощать. Это очень опасная дорога. Упрощение. Это вот то, чего нельзя допустить. Образование должно быть мощное, международное. Ну просто каждый день. Просто их... Многие наши гости нашего эфира, ваши коллеги, академики говорят именно об этой непрерывности. И смычки образования с клиникой сетуют на то, что преподаватель, он не имеет клинической... Он просто не имеет возможности вести клиническую практику. Ну, в вашем институте, на самом деле, представлено все, как я понимаю. Ну, нет, у нас не принято вот как-то в этом вопросе жаловаться. Но мы выкручиваемся, конечно, потому что... Ну, неправильно это вот... Ну, разделяя власть, это было известно еще 4 тысячи лет тому назад. Ну, 2 тысячи точно. Ну, нельзя... Ну, нужно потом все равно объединять все это усилие. Иначе это будет беда. Иначе будут очень классные, продвинутые, но рукодельные врачи. Иначе будут ученые, очень интересные, очень яркие, но никакого отношения не имеющие к тому объекту, о котором идет речь. И преподаватели, которые никогда не видели больного и убили по справкам, 125 медведей на самом деле ни одного. Потому что, ну, как... И на муляжах преподают, как вырезать аппендицит, условно говоря. Ну, или реанимировать пациента в реальной практике. Ну, в реальной практике. Ну, нужно, конечно, бы тренироваться на Аннушке или там еще на чем-то, как реанимировать. Но при этом еще нужно и в жизни тоже понимать, что очень ответственность высока. Я вообще считаю, что врачи... У нас доктора в поле уходят, то есть клиническое, там, где вправо-влево, очень все контролируется, но, тем не менее, это их ответственность. Самое главное, никогда... Вот это очень большая ответственность. Дежурство, пациенты... Это запредельная ответственность. Нетрудно это описать. Но это же не один месяц, даже не одну неделю. Это иногда годы проходят, когда эти пациенты проходят все эти этапы химиотерапии. Но, если ошибся, скажи. Ну, ни в коем случае не скрой. Вот скроешь, на следующий день... Все. Это самый большой грех. Здесь очень высока ответственность любого действия. Поэтому всегда должно все прокручиваться в интеллектуальном поле многих-многих сотрудников, которые работают над этим и пытаются не допустить вот этих промахов. Это очень... Ну, это непросто. Это жизнь коллектива уже многие-многие годы. Ну, 25 лет работают. Он формируется, вот так он формируется. И я очень рад тому, что у нас хороший климат. У нас все-таки нет этого... Как бы это сказать... Если ты вот нашел какую-то эстезию свою, начинаешь двигаться, тебе только помогут. Тебе только помогут. Да. Подвращаясь к науке, но и к организационной части тоже, потому что множество специальностей вы отметили сейчас, которые присутствуют в вашем институте. Я даже затрудняюсь перечислить медико-биологические специальности. И у вас же в институте нашло свое место отделение просто по орфамным заболеваниям, о которых сейчас очень много говорят. Тоже неоднозначная, интересная тема. Многие из них гематологические. Очевидно, этим было вызвано создание такого отделения. Оно недавно у вас существует. Но этому уделяется очень большое внимание. Минздрав регулярно обновляет список этих заболеваний. Вроде как стали уделять внимание. Как, вот, считаете, достаточно этого внимания? Нетрудно сказать. Уделение у нас создано по разным причинам, в том числе каким-то идеологическим. С одной стороны, такие больные действительно есть, и их много. Не так мало. Хотя орфанных, да, по определению, не может быть очень много. Не так мало. Да. Но не так мало. Да, не так мало, потому что чаще... При орфанных заболеваниях, так называемых, нет таких заболеваний орфанных, есть редкие болезни, а есть орфанные, то есть сиротские лекарства. И этот термин... А от лекарств пошло, да. Этот термин пошел еще давным-давно, когда фарминдустрии там было невыгодно выпускать какой-то препарат. Для сиротских, да. Да. И тогда, тогда они обращались в правительство, и правительство говорило, мы будем субсидировать производство лекарства, которые... Этой болезнью страдает 400 человек, допустим, в любой стране мира. Ну, не более того. Вот это были орфанные... С этого начиналось все. А потом как-то это все переключилось. Многие и не понимают, что это такое. До сих пор, по-моему, не понимают. Но об этом много говорят. Вещь довольно странная, с моей точки зрения. По той простой причине, что... Странно, по той простой причине, что... Как бы так деликатнее это обозначить. Больных мало, а стоимость лекарства очень высокая. То есть, чем меньше больных, тем выше стоимость лекарственного препарата. Потому что тем не выгодно. Это не выгодно. А так, а так, вложил эти деньги, да еще, так сказать, нужно там иметь прибыль, там одно, другое, третье. И поэтому, естественно, здесь возникает вот такая коллизия, связанная с тем, что мир существует, ну, в совершенно иный... Я имею в виду мир бизнеса. У него есть свои целевые функции, и мы не можем их обвинять в том, чего они хотят. Они так устроены. Но есть медицина, в которой тоже хотелось бы помочь, но это очень дорого, и далеко не всегда бюджет тот или иной сможет это вытянуть. Возникают вот такие, конечно, неприятные коллизии, связанные с тем, что, ну, действительно, очень порой бывает жаль пациента, там, с тем или иным заболеванием. Но если это приводит к излечению, нормализации, или там, ну, болезнь Гошена, Гошена, да. Ну, по сути дела, ну, в общем-то, совсем другая популяция этих пациентов, да, у них масса проблем других обнаруживается. А может быть, и не обнаруживается, но они, это нормальная популяция. Мне кажется, поэтому вот то, что сейчас, ну, это не может сразу вот все вот быть обеспечено одномоментно, потому что это очень экстремально дорого. Но, с другой стороны, меня только одно волнует, чтобы просто вот эти пожизненные терапии и хронические болезни, и лекарства их обеспечивающие, и деньги их обеспечивающие не вымыли базовую медицину, потому что это подавляющее большинство людей. То есть вот здесь нужно иметь очень здравую голову и здравый смысл в голове, точнее, иметь, чтобы, ну, не перекосить... И у вас стратегию... Да, конечно, да. Иначе частые болезни, они ведь тоже нуждаются в какой-то... Поддержке, конечно. ...какой-то поддержке, иначе будет беда. Не все лечится аспирином, да? Да. И поэтому вот здесь нужно все время этот баланс соблюдать. И да, конечно, ну, гемофилия. Гемофилия, пожалуйста, совершенно другая болезнь уже. Эти пациенты, которые нуждаются в постоянном или периодическом введении восьмого или девятого фактора, они совсем другие. Ну, во всяком случае, новая популяция, там маленькие, детские, но и взрослые, ну, да, оно-то... Это совсем изменилось. Они доживают до тех ситуаций, которые доживают обычной опуляцией. Поэтому с рафанными болезнями конкретно нужно обсуждать. Кейс-бой-кейс, да. Да, да, конкретно. Конкретно. Не перегибать, не быть формальным. Иногда нужно мало лекарств, иногда, наоборот, много. Но это медицина. Поэтому эти больные, которые к нам поступают, они часто, там дозы бывают завышены, можно меньше дозы, и они совершенно спокойно на них живут и без всяких проявлений заболевания. Может быть, больше нужно некоторым пациентам, потому что у них болезнь, ну, дефицит того или иного фермента, он выраженный. Поэтому восполнять, протезировать функцию необходимой иным способом. Но я вот... Мне не нравится... компоничное в этом вопросе. Это профессиональный вопрос. А вот политизация его и вот эти глаза православных младенцев, неважно, какие-то... Его понятно, да. Это все понятно, что это страшно и очень сжимается в груди. Но суть не в этом. Ну, есть глобальный вопрос. А как вот быть в этой ситуации? Ведь нельзя же за счет этих заболеваний там разрушить другую систему. Это же абсурдно, потому что там 99% больных находится в этой когорте обычных нерфанных заболеваний. Ну, вы как нештатный гематолог, специалист Минздрава, наверное, имеете возможность как-то влиять на принятие решений важных. Я не... Вот задача... Ну, стратегически важных. Ну, право голоса-то вы имеете. Мы, естественно, конечно, это обсуждаем, но я не уверен в том, что эти институты... Я имею в виду институты главных специалистов. Это такой институт, который... Ну, действительно может управлять административно этими вещами. У него нет этих рычагов и ресурсов. Единственное, что мы можем делать, это, конечно, интеллектуально этим управлять. Объяснять. Объяснять и интеллектуально воздействовать. Вот это мы можем и делаем. Мне кажется, успешно. Потому что все понимают свою ответственность в создании и рекомендаций клинических, и всех остальных мягких законов. Потому что мы не сможем изменить ситуацию в регионе, если регион этого не хочет по тем или иным причинам. Это абсурдно. А какими-то методами административного давления это тоже неправильно. Потому что многие вопросы решаются через суды, через какие-то окольные пути. И государство в этом смысле... Да и не должно оно, между прочим, этим заниматься по большому счету. Мне кажется, что сейчас такой сложный период переосмысления многого. Но главное... Главное это, мне кажется, нужно четко знать, что у нас есть. Спасибо большое, Валерий Григорьевич. Мы желаем долгих лет процветания вашему институту и вам успехов. Очень интересный рассказ. Получили представление и о Центре гематологическом, научном, и о современной гематологии. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.